Ульяновская Баха-Симбирский тракт закрыла российский ралли-рейдовый сезон. Более 700 километров общего маршрута оказались крайне напряженными, поскольку во многих классах судьба чемпионства решалась вплоть до самого финиша. Впрочем, в абсолютном зачете интриги как раз не было, так как основной претендент на титул Денис Кротов этот этап пропустил. В итоге гонщик, выступающий под псевдонимом Андрей Н, выиграл и гонку, и чемпионат, что называется, в одни ворота. У серийных внедорожников Т2 все было иначе. Лидер общего зачета Алдис Вилцин сломался на последнем спецучастке, отдав таким образом победу Максиму Керпилеву. Притом золото симбирского тракта вдобавок принесло гонщику титул чемпиона России. В категории Т3, где соревнуются багги, тоже не обошлось без интриги. Вадим Федотов и Алексей Шмотев шли, как говорится, ноздря в ноздрю. Опуская нюансы напряженной борьбы, отметим, что сильнее оказался Федотов. Он же заполучил золото по итогам сезона. И только зачет Рейдспорт не принес никаких сюрпризов. Газовец Евгений Суховенко спокойно и уверенно забрал оба золота. И в Ульяновской бахе, и во всем сезоне. Благодаря этому команда Газ Рейдспорт стала обладателем командного чемпионства. А следующий сезон традиционно откроется снежно-ледовой бахой с Северный лес. Ее старт намечен на первые числа февраля 2021 года. Полный же список будущих стартов пока не сформирован. С бездорожья перенесемся на ровный асфальт, а точнее на финальный этап итальянской Формулы 4, где стартовал пилот молодежной программы СМП Рейсинг Кирилл Смаль. Первую гонку россиянин начинал третьим. Однако удержать важную позицию не сумел, так как команда, несмотря на влажный асфальт трассы, настояла на использовании сликов. Как итог, только 13-е место. Второй заезд у Кенда отменили по причине ливня, а в третьем юный пилот уверенно прорвался на второе место, хотя стартовал девятым. Это первое призовое место для Кирилла в итальянской серии. Стоит заметить, что для Кирилла основным чемпионатом по ходу сезона была немецкая Формула 4, а по трассам Италии он сумел проехать только 4 этапа.